На данный момент в Республике Татарстан официально закрыты для посещения все пляжи. Их откроют только на третьем этапе снятия ограничений. Но несмотря на это люди все равно купаются в водоемах. Обстановка на воде, на водных объектах в Султарстане крайне сложно и напряженная. За последние два дня, это суббота в воскресенье, у нас на воде погибло 9 человек, в том числе один ребенок. Всего же с начала года у нас на водных объектах погибло 49 человек, из них четверо детей. Если брать аналогичный период прошлого года, то тогда у нас погибло 31 человек и трое детей. По оперативным данным, больше всего погибают в результате купания в необорудованных местах. Для того, чтобы отдых прошел без происшествий, необходимо следовать следующим правилам. Купаться только в отведенных для этого местах, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не плавать на надувных камерах, досках и матрасах, а также нельзя нырять с мостов и пристаней. Необходимо всегда помнить, что вода – это не место для игр, это среда агрессивная для человека. И любые игры, показное геройство всегда может привести к трагедии. Во-вторых, это, конечно, алкоголь. Употребление спиртных напитков и купание – это совершенно противоречивые вещи, и пьяные – это купающиеся, это потенциальное утопление. И, конечно, хотелось бы обратить, вот в последнее время пошли, значит, как бы увеличилась гибель людей, предоставить купание в ночное время. Купание в ночное время вообще запрещено. Если все-таки по какой-либо причине случилось происшествие, необходимо позвать на помощь, либо позвонить по номеру 112. После этого следует оценить собственные силы для того, чтобы вытащить пострадавшего на берег. Но если есть сомнения, лучше не предпринимать попыток и дождаться помощи. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс.